Была эта знаменитая легенда о том, как Соломон решил, кому принадлежал мертвый ребенок, кому живой, потому что одна женщина сказала, да, давай живого разрежем на две части, и он понял, что это, вот, и у меня очень похожее отношение к соцарту, я его не могу оставить, потому что это настолько была, как бы, часть моей жизни, что это все равно, что я, для меня он живой. И вот я встречался этим летом в Москве с Косолаповым, с Орловым, вот, это живое, это люди работают, люди продолжают, почему я должен это не делать, скажем, ну, а Косолапов себе присвоил, как бы, этот домейн соцарту. Да, 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 ну, это был силовой прием, конечно. Но что интересно, почему у меня еще теплые чувства ко всем, что ведь и ты, и я, и Алик, и Косолапов, и Лялицоков, и Орлов, и Пригов, мы все были выпускники Строгровского, да, это было очень интересно. Я только думал, почему мы попали в такой странный, вот такой выпуск был, несколько подряд выпусков были какие-то своеобразные. И, видимо, это бюрократический казус причины. Если помните, ведь мы же принадлежали к Строгровской отдали Министерству высшее и среднее образование, а в Суриковской принадлежало Министерству культуры. И в их библиотеке, как буржуазная пропаганда, не было периодики западной. Мы же получали домус все абсолютно, потому что это специальная литература, это все равно же институту авиации запретить получать специальную литературу. Поэтому мы получали информацию о западной художественной жизни как техническая литература, необходимая для мастерства, а не как идеологическая диверсия. Да, но я учился на факультете дизайна, а в отличие от вас с Альфом, мы были декоративными, мы потом разделились. А вы все меняли, да. Я когда поступал, я поступал на металл, а потом мы разделились, и я был в дизайне. Я помню, прибежал один мой сотрудник и говорил, что такой журнал есть в библиотеке, дизайн. Дизайн мы получали. И студию интернешнл мы получали? Да, все, там было фантастическое. А потом, когда я уже работал в НИИТ, там вообще была феноменальная библиотека, поскольку он в НИИТ был в ведении... В ведении... Это Розенблюм, да? Нет, наоборот. Розенблюм это была как раз к культуру. Порой это было как раз к министерству культуры, это относилось. А, или к мозгу. Розенблюм, кажется, был связан социальным художеством. А может быть, да. А в НИИТ относилось к Комитету по науке и технике. Поэтому все журналы по дизайну, урбанизму, теории, философии, там была сумка в российских газетах. Ведь все дело было в валюте. Нужна была валюта, а валюта экономит. Нужно было купить журналы, а это было не так просто. Ну вот, Комитет науки и технике у него денег потратил. Но теперь, если можно, про эти две работы. Так что прекрасно. И про кухню. А вот это не закончили. Родина цензуры, это листок фигурный, да? Самоцензура. Это не закончили. Это не закончили в процессе. Да, это более-менее закончилось. Может быть, я еще одну деталь сделаю. Дело в том, что я говорю, я провожу время с работы, спокойно, типа, просто прекрасно. Я смотрю. И я считал, что она закончена. Но вот я понял, что надо сделать, может быть, такую же вертикаль. Вот здесь, как бы с каждым шагом. Вот это вот небо пытается бороться, и красное знамя пытается бороться с этим хаосом. Но, в принципе, само превращается в хаос. Вот с каждым шагом на этом виде, вот голубой. На самом деле, это диптик, просто вот этот голубой диптик. И это два изображения хаос, хаотичный такой полу-пейзаж. И вот этот вот. Я, может быть, сделаю небольшой вертикаль, как бы вот он шагает, вот этот вот ритм шагает. Бам-бам-бам-бам. Но вот с таким же шагом или... Нет, они разные, они немножко сокращаются. Здесь это модуль, конечно, модуль взят здесь. Но дальше он увеличивается. Да, я хочу сделать здесь такой, как бы, зародыш этого модуля. Вот здесь только и все. Вот можно, может быть, я не... Но это будет квадрат тоже? Нет, не квадрат. Это вертикаль, которая тает. Вот как здесь вертикаль не доходит до конца. А здесь она будет подниматься и тает. И растает. И вот здесь она растает, не доходя до его лапы. Хотя это один уровень. В общем, я это, наверное, сделаю. А в принципе, она закончена. Просто в последний момент, когда я на нее снял, я подумал, что вот эти грани начинаются с его шагов, как будто это может передать лучше его шаги. Я бы лапу сделал специально, более тяжелой. Бум-бум. Вот. Но, с другой стороны, это что-то есть в том, что вот этот последний паразм еще не трогает. Может быть, не будет. Ты прав. Ты прав. Может, лучше не трогать. А то что-то появится не так. Да, более реалистично. Тогда будем считать, что закончим. Спасибо. Раз. Мне нужно общение. Какая же одиночество. Не всегда самые лучшие фото.